Проект проходит при поддержке Железнодорожной клинической отделенческой больницы. Умеренные виды употребления алкоголя — это трезвость или почти полная трезвость, когда человек почти не употребляет алкоголем или в малых количествах и редко. Умеренное употребление алкоголя — когда количество и кратность его употребления не влекут к серьёзным последствиям. Злоупотребление алкоголем — когда уже есть над чем задуматься. И, наконец, это называют иногда бытовым пьянством. И, наконец, собственно, болезнь — зависимость от алкоголя или алкоголизм. Вот можно ли управлять употреблением алкоголя? Ещё раз говорю, что успех лечения зависит от того, насколько твёрдо решение пациента избавиться от зависимости. Насколько продуманно мы подошли к выбору того или иного метода. Какова мотивация у пациента? Формальная или реальная? Чем они отличаются? Реальная мотивация состоит в конкретном каком-то решении для того, чтобы избавиться от той или иной проблемы. Трезвость не является самоцелью. Трезвость — это средство для достижения той или иной намеченной цели. Что это может быть? Продолжение образования, восстановление потерянной работы, восстановление семейных отношений. Дети подросли, их надо учить и вести по жизни хорошим примером. То есть это такое стратегическое должно быть решение. Но есть ряд тактических решений. Улучшить жилищные условия, приобрести автомобиль. Наконец, собраться на отдых в тёплых краях. То есть главное, что нужно сесть и написать, а вот и с тем как раз авторитетным человеком вместе написать программу действий в условиях трезвости. Хобби, может быть, тоже заменителем алкоголя. Что такое формальная мотивация? Это те обстоятельства, которые вынуждают человека на какое-то время отказаться от употребления алкоголя. Ну, допустим, на работе пригрозили, что будет уволен. Это формальность. Вот жена или мать требуют лечения, приводят за руку этого пациента. И мы видим, что у пациента мотивацию нужно ещё формировать и формировать. Он далёк от того решения, которое от него требуется. Я бы хотел несколько остановиться на видах зависимости. Вот особое место занимает пиво. К сожалению, оно неоптемлемая часть молодёжной субкультуры современной. Но это очень опасный продукт. Дело в том, что производители пива с целью повышения эйфорического эффекта добавляют туда различные добавки. И если вы знаете мужчин, которые долго принимают алкоголь, они становятся женоподобны. То есть нарушается половая функция. И, кстати, привыкание к пиву наступает медленнее, но обстоятельнее. Женский алкоголизм имеет своё лицо. У женщин возникает зависимость гораздо быстрее. Она протекает злее. И вот десоциализация наступает достаточно быстро. Алкоголизм пожилых людей тоже имеет свои особенности, особенно у пожилых женщин. Вот представьте себе ситуацию. Вышла женщина на пенсию. Была хороший работник. А тут умирает муж. Она остаётся одна. Дети-то выросли уже. А рядом соседка с такой же судьбой. Два года. И обе уже глубокие старухи, которые маловероятно, что сумеют выйти из этой ситуации. В нашей железнодорожной больнице применяется трёхэтапный вариант лечения. Первый этап, как правило, мы предлагаем человеку провести в стационаре 2-3 дня. Там мы делаем капельницы с соответствующими препаратами. И рассчитываем получить результат с улучшением сна, аппетита, снижением депрессии и вообще интереса к жизни. Второй этап, он тоже подготовительный. Мы его применяем как продолжение первого этапа. И вот железнодорожная больница единственная в республике, которая использует метод плазмофереза в лечебных целях. Именно в наркологии. Вот плазмофильтр, который вы видите, он выпускается в городе Дубне, в научно-исследовательском институте. Через плазмофильтр пропускается кровь пациента. Она очищается и возвращается обратно в русло, а токсические вещества остаются в фильтре. Все это одноразовое. Поэтому очищенный организм практически гораздо более восприимчив к третьему этапу, о котором я чуть позже расскажу. Но кроме очищения крови плазмофереза, мы можем очищать кишечник, другие методы, которым располагает многопрофильная наша больница. Вот чем удобна железнодорожная больница для лечения специализированной, для оказания специализированной помощи? Тем, что имеются специалисты разного профиля, имеется набор оборудования, набор исследований, которые можно применять в том или ином случае. То есть фактически индивидуальная программа для каждого пациента разрабатывается. И вот с этой программой мы работаем в течение 2 недели. Это подготовительный период, а потом применяется один из радикальных методов лечения. Это либо кодирование, либо блокада, в том числе хирургические методы лечения. Но вот этими двумя неделями не заканчивается наше отношение с пациентом. Мы, естественно, оказываем медикаментозное сопровождение на протяжении длительного времени, столько, сколько требуется, месяцами. Возможно, такое продолжение отношений. И складываются такие отношения, когда полное доверие между, вот, внутри вот этой маленькой бригадки. Пациент, врач и его помощник авторитетный. Мы не будем сегодня говорить о проблемах, связанных с употреблением наркотиков. Темой была как раз именно алкогольная. Вот те примеры, о которых я вам говорю, они не надуманы и не в книжках прочитаны. Это из собственной практики. И особенности течения этой болезни у разных людей различны. Вот если вас заинтересовало каким-то образом или вы прониклись проблемой, то Железнодорожная больница готова оказать помощь в организации этого лечения. Причем я, как уже говорил, что Железнодорожная больница, больница многопрофильная. Можно параллельно лечить и другие болезни, являющиеся либо осложнением алкогольным, либо сопутствующими. Так что приглашаем вас в наше учреждение. Желаю вам здоровья, быть всегда бодрыми, оптимистичными и надеяться на лучшее будущее. Но это будущее в наших руках.